Добрый день, друзья! Я сегодня хочу вам презентовать наши две новые лаборатории, которые мы недавно оборудовали под наш проект разведения осеннеязыких сынков из рода Теликва, которой мы занимаемся очень давно, с 1992 года. Мы собрали достаточно хорошее количество сынков прекрасных. У нас несколько видов, есть морфы. Вот сейчас мы это все вам покажем. Я расскажу немного сначала о самой лаборатории. Эта лаборатория вмещает в себя 64 объема, как видите, они не очень большие, но это тот обязательный минимум, который нужен для сынков. В середине они оборудованы террариумом, скажем так, в стиле минимализма. То есть мы имеем опилки в качестве субстрата, небольшое убежище, поелка, ну и собственно кормушка, которые там ставим им еду. Это вот тут у нас еще лаборатория оборудована аварийным выключением обогрева. Свет остается на случай перегрева в самом помещении. Это весьма удобно. Так, здесь у нас ультрафиолет, лампа обогрева на определенной точке, чтобы животное могло прогреться. Вот, это Теликва Гигас Хера Сильвер. Здесь у нас Теликва Гигас Илоненсис. Вот такой вот прекрасный, это огромный сценк. Все это, скажем так, в рамках нашего проекта ответственной герпетокультуры происходит. Здесь у нас Теликва Сильвер. Прекрасный самец, ведь это уже такой мальчик не маленький. Как я уже говорил, в качестве субстрата мы используем опилки. Это, на мой взгляд, и не только на мой идеальный субстрат для лабораторного содержания. Единственный их недостаток то, что животное может их проглотить вместе с едой. Но в этом нет ничего страшного. Оно либо их выплевывает, либо оно спокойно проходит через пищеварительные краски. За много лет у нас содержание на опилках ни разу, слава богу, не было проблем. Еще большой плюс опилок то, что животное может в них зарыться. Единственное, скажем так, неудобство, это то, что сцинки постоянно достаточно активные. И во время питания пачкают стекла. Ну, собственно говоря, помыть их не так уж сложно на самом деле. Что мы делаем регулярно. Поехали в кашину. Редактор субтитров не просто. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Белоган А.Кулакова Вау Пойдемте во вторую лабораторию для сынков, она оборудована практически так же. Здесь у нас находится наш маточник теликва оксипиталис, что есть большая редкость. Как видите, эти карариумы объединены в два, потому как им надо достаточно просторное место, не содержим их парами. Здесь у нас великой сынковый диск, у него вниз, посмотрите, абсолютно черненькие. Видите, карариумы достаточно легкие, но прочные. Вот они достаточно просты в обслуживании, так как мы все-таки в лаборатории, а не экспозиция, поэтому минимум декора самое простое, домик, поилка, кормушка. Эта лаборатория также оснащена реле температуры, который отключает это все. Здесь температура уже немного поднялась и, как видите, обогрев здесь не работает. Это помогает нам экономить электроэнергию, удобно для животных. Продолжение следует... Продолжение следует...